партнер проекта сайт man utd.one привет ребятки с вами миша и поздравляю обыграли шриф обыграли мощно увидели в деле ребят по которым соскучились люди вроде горначева так вообще неожиданно приятная неожиданность было видеть так что да классно совершеннейшая просто пропасть в классе между нами и шерифом и ребята приятно что бывает такое что пропасть пропасть пропастью да а трешка не залетает а сейчас на этот раз залетела хотя конечно должно было быть больше поехали по порядку да в общем ну появление горначева самое интересное что было очень по стартовому составу то ли санчо наказан за неубедительную игру то ли такая полу ротация потому что в целом в целом естественно играл за три очка здесь тенхак он об этом говорил это очевидно то что он хочет занять группе первое место про то что дает первое второе место расскажу чуть позже так что очень выходит горначева ну и играет максимально классно не делает результативного действия хотя были возможности но при этом исполнять то что требуется от него от антони там от санчо идти один в один обыгрывать создавать большинство ночи обострять на ровном месте при том что владение мечом было совершенно чудовищным да в нашу пользу и нужно было как раз таки вот этот автобус тактика у у шерифа тактика была еще скажу 451 четверка защитников пять опорников и один центральный полузащитник на его такой взламывать нужно было за счет индивидуальных действий потому что в противном случае просто ну шли какие-то навесы без адресные совершенно не тоже без адресные адрес то понятно нам под седьмым номером у нас был но не доходило так что горначок красавчик ну а в остальном по и по персональным сейчас нет большого смысла говорить потому что просто было тупое доминирование скажу лишь что на мой взгляд лучшим все-таки был эриксон да потому что он диктовал игру из глубины короткий дальний пас игра шла через него что совершенно не удивительно может это наш мальчик крестьянчик наш наш человек человек диспетчер ну и антони это ребята я ожидал от него большего в матче против такого соперника за ним замечена определенная осторожность когда хочется чтобы шел вроде на обострение но при том что ну блин ну при всем как бы уважение к шерифу но на сильно слабее то соперников у мю в сезоне и не будет да поэтому нужно показывать как ты обостряешь один в один а вот это его его вот это вертушка которую он исполнил просто куром на смех сделал вертушку и отдал не точный паспорту и потом сел в перерыве на лавку странно странная фигня ну как бы ему просто хочется попасть в нарезочки в youtube чекот типа у него есть какая-то коронка и он исполняет но это это очень по-детски это типа топ-10 самых бесполезных винтов это даже не финт это просто ну просто цирковой номер да очень мы хватит зырить на эту табличку давайте так что не так что так здесь очевидно просто атаковали атаковали сидели сидели пытались ломать автобус да ну и какой-то все равно взломали но ужасная проблема с последним пасом не можем не можем и значит нет я не считаю прямо сейчас вот уместно мне в очередной раз как-то подвергать критики бомбардирские способности криштиану ну во-первых он забил да во вторых мы и выиграли 3-0 чего что хотя наверное чуть скажу да ну были были у криштиану моменты ну чего уж там были моменты да но он уже не может так цепляться за мяч оттирать защитников то есть ситуация когда был прострел и казалось что он не смог в упор забить на самом деле его опередил защитник что тоже ну а почему его опередил защитник да вот так что ну чего атаковали атаковали но какого-то вразумительного последнего паса ну нет у нас вообще взламывать автобус это делать тяжелое исключительно тяжелое нужно исключительно быстро значит раскатывать мяч для этого делать какие-то такие в стиле сити я бы сказал разрезающие проникающие передачи забеганием с фланга там крайних защитников и и обрезанием таким образом углов вот так вот кусков прямо так как от пиццы вот так вот значит обороны соперника ну мы так особо не умеем но при этом отрадно что шериф не забил нам первым потому что да мы часто видели такое что вот мы вроде атакуем 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 соперник ну явно там уровня какой-нибудь аммоний и воду хренакс и нам прилетает что собственно мы видели с аммоний так что да в итоге классно что забили забил да вот с углового здесь обсуждать сильно нечего крадал от красавчик эриксон красиво хорошо навесил очень-то вот молодец рэшфорд выращивать выше на поле и здесь опять же приятно что у у тенхака работают замены да потому что с навеса люкашоу да тоже человек вышел на замену классно классно что использовал и люкашоу и маласию справа ну в общем то всех кого надо он практически проверил вплоть до фан де бека нашим который особо ничем не запомнился как-то ну резкости мне кажется ему не хватало откуда у бедняги на взяться резкости мало того что это всю жизнь маринует еще и на травме был был и вот только-только выкарабкался так что забил роналду красавчик молодец не с первого раза добил но не суть важно да ребята в телеграме бывает в этом что обозлите когда я начинаю излишне хейтить роналду мне грустно грустно ребята грустно что он там из 10 реализует один момент но при этом для меня переочередная все равно команда да и если ты если уж если уж если уж ты перестал быть супер топовым нападающим я об этом скажу прямо но при этом когда он забивает я очень рад я за нашего деда очень рад и вот это вот его вот этого празднования она кстати по моему ему еще не задавали вопросов еще никто не пытался объяснить или я что-то упустил до что она значит ну я так трактую как он изображает человека отошедшего лучшие миры мол таким образом отсылая хейтером и намекая хейтера на то что вот вот и вы думали что я уже того а я еще могу да и в общем ребят выиграли хотелось бы чтобы забивали больше да то что раньше забил головой это приятно потому что так сходу и не помнишь когда он последний раз забивал головой но супер плюсы этого матча в том что мы увидели значит в первую очередь гарначу это супер классно да и там ребята оправились от травм ну там ван дербек хотя ван дербек не является каким-то системным игроком так что варана не будет как вы знаете вплоть до чемпионата мира вместо него в общем-то линдалев выглядел нормально ну еще бы он выглядит ненормально в матче с командой которая не атаковала вообще и да и вышел мага вышел мага его освистывали но не любят его ну ребята ну и ну не любят его не любим мы его мы болельщики ну что ты поделаешь тоже я заметил в первом тайме пока его еще не было на на трибунах не на трибунах а на рекламных баннерах стадиона был такое послание онлайн абьюз оскорбление онлайн и перечеркнуто мол такая как это акция была мне показалось нет в общем то конечно это глобальная проблема все это оскорбление в интернете так далее но почему-то мне показалось что здесь был намек на магуайра и то когда вышел магуайр и и начали его освистывать как вы болельщики этим самым скорее тебя ребята вы думаете что мы только онлайн можем его да значит поливать вот вам в живую мы его освистывать нужно сказать жалко пацана в принципе это жалко никого не убивал а вот так вот такое к нему отношение ну ничего чем бы мы мы знаем ребят как это все работает выйдет как-нибудь мага там или на замену или в кого-то матче в основе забьет гол головой и все мы снова его полюбим ну как снова мы его никогда в принципе особо не любили ну так что что интересно ребята что интересно но выиграли мы выиграли этот розыгрыш лиги или европы как вы понимаете абсолютно будет легендарным потому что он представительный хит до жопы просто помимо того что в нем изначально сидели такие титаны как мы с арсеналом мы с арсеналом именно в таком порядке еще и из лиги чемпионов попали такие небезызвестные клубы как fc барселона на ювентус там атлетико матрицы скорее всего и вот это вот чертова севилья которая конечно хуже всего что на к нам попала в лигу европа что вы знаете чем это все чревато никакая барселона значит не вызывает такого кататонического ужаса у всех команд в лиге европы как севилья и что по поводу места собственно нам нужна была победа чтобы иметь сохранять шансы на первое место разница в 3 очка у нас сохранилась с седатом который свой матч тоже выиграл вот и последнем матче мы играем непосредственно со седатом обыграем и его крупно и мы сможем там по вам 3 очка разница забитых пропущенных у нас что-то вроде трех сейчас я проверю вам скажу и ну да три у них разница 15 нас 12 и в общем нам надо их обыграть крупные тогда мы займем первое место в группе и что это даст система такова что команды занявшие первое место в группе выходит в 1 8 финала а команды за еще второе место они сыграют в 1 16 финала с вот этими лига чемпионскими товарищами с барселонами и то есть там там вот 8 на 8 они схлестнутся да и это 8 команд потом выйдут в 1 8 финала где будет играть с первыми местами в группах так что с одной стороны конечно вроде и ссык от на до попасть на какую-нибудь барселону в 1 16 аж финала с другой стороны это весело и лишние лишние два матча жалко их два матча в календаре давай а я я можно подносится к во всех турнирах мы дойдем до финала и такой будет тяжелейший сезон на пусть играют нехера пусть играют и нас развлекают так считаю вот вы собственно в комментариях и ребят пишите какой вы хотите расклад хотите ли вы первое место в группе и типа безопасно сидеть на жопе в 1 8 быть как бы посеянными или почему бы не развлечься хочется конечно барселона в финале это будет супер мега эпично и мю барселона финале лиги ропа но там есть много других достойных товарищей и севилья так что я есть так подумать я за то чтобы мы заняли второе место в группе что скорее всего и произойдет да и попали на какой-нибудь например аякс ну чтобы вот это вот началось на хак против аякса но что-то вот вроде того и я бы хотел то есть идеальная картина мира то есть если мы видим два дополнительных матча а раньше мы смотрим футбол чтобы посмотреть наших пацанов и плюс еще мы имеем шанс я не уверен что барселона дойдет до финал лиги европы честно говоря не то чтобы нам гарантированно потому что там есть лидеры апл собственной персоной арсенал на присутствует арсенал кстати знаете что я желаю арсенал арсенал я желаю севилью до нам но арсенал скорее всего первое место займет у себя в группе так что севилья попадется арсеналу может быть там в какой-то уже следующей стадии не него ну в общем то говоря может попасться в 1 8 до 10 в 1 16 селились кого-то пройдет так что такие дела ребята вы пишите в коментах какой расклад вы бы хотели и дальше у нас воскресенье вест хэм чик старинам моис жди и мы к тебе придем ну а вы не забывайте о наших замечательных ших людях из мангута точка ван о наших социальных сетях тоже никогда не забывайте ребятки подписывайтесь ставьте лайки никогда не отчаяньте потому что мы цыка юнайтед с вами был миша пока-пока а